Господь Herren, я твой. Ты все отдал, Ты все отдал, чтобы вечно быть со мной. Господь, я твой. Ты жизнь свою отдал, Ты все отдал, чтобы вечно быть со мной. Господь, я твой. Ты заключил завести, Господь, Ты заключи с каждой заветой В моем сердце навсегда Твоя любовь, она сильнее, чем сметь Ревность, как горящая стрела Ничто не в силах угостить Твою любовь Ты все отдал, чтобы вечно быть за мной Господь, я Твой, Аллилуйя Тебе, Божий Ты все отдал, чтобы вечно быть за мной Господь, я Твой, Аллилуйя Тебе, Аллилуйя Тебе, Аллилуйя Тебе, Аллилуйя Тебе, Божий Господь, Ты заключи со мной завет В моем сердце навсегда Твоя любовь, она сильнее, чем сметь Ревность, как горящая стрела Ничто не в силах угостить Твою любовь Господь, Аллилуйя Тебе, 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 Ал Меня в сердце моем, зажми огонь, зажми огонь внутри меня. Господь, зажми огонь, зажми огонь внутри меня. Меня в сердце моем, зажми огонь, зажми огонь внутри меня. В каждом сердце, в каждом человеке нет жизни без тебя, Господь. Без тебя нет жизни, Бог наш, без тебя нет жизни, ты наша жизнь, Боже. Пусть твой божественный огонь, он гонит в каждом сердце. О, Господь, зажми огонь внутри меня. В сердце моем, зажми огонь, зажми огонь внутри меня. Без тебя нет жизни, Иисус, без тебя нет жизни, Иисус. Без тебя нет жизни, Иисус, в сердце моем, зажми огонь. Зажми огонь внутри меня. Пусть твой божественный огонь внутри меня. Без тебя нет жизни, иисус, без тебя нет жизни, Господь. Господь, без Тебя нет жизни, Ты — наше дыхание, Ты — наша сила, Ты — твердыня наша, О-о-о-о, все ты моё, зажги огонь, мой Бог. Господь, мы пришли в Дом Твой, пришли напитаться Словом Твоим, пришли отобразиться в тот же образ, воздать Тебе славу, воздать Тебе благословение. Ты — не старь, царей, и мы приветствуем Тебя, Господь Иисус, большими аплодисментами в сегодняшнем служении. Дорогой наш Небесный Отец, мы хотим приближаться к Тебе, нашим сердцем. Каждый день, и мы открываем своё сердце для Тебя. Войди в Него, Царь Славы, сотвори обитель там свою и начни общаться со мной. Итак, мы сейчас продолжаем эту тему. Кто помнит, какие есть три типа веры с прошлого служения? Вера Божья, вера человеческая и вера Божья, вера бесовская и вера человеческая. Какая из этих трёх типов вер сверхъестественная? Правильно, Эльвира. Божья и бесовская. Дьявол творит чудеса тоже. Мы видим это на протяжении всей Библии. Что дьявол творит чудеса. Моисей кидает посох, дьявол тоже. И чудо происходят одинаковые. Иисус нам говорит, имейте веру Божью. Я недавно общался с Арсеном, он мне рассказал одну историю про одного человека, сатаниста, который говорил, что дьявол, когда дьявол тоже исцеляет, но он передаёт, говорит, болезнь кому-то из твоих близких. Если у тебя рак, и ты ходишь к бабкам, и ты говоришь, поворожите мне, погадайте мне. Всё, ты можешь быть исцелён от рака, но болезнь твоя перейдёт к кому-то из близких твоих. Или к твоему ребёнку, или к твоему мужу, к твоей жене, к твоей матери. Знай, что дьявол ничего просто так не делает. Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Посему Иисус сказал, имейте веру Божью. Это тоже сверхъестественная вера от Бога. И имейте веру. Я должен иметь веру. Это повеление, имейте веру. Имейте веру Божью. Итак, вера от слышания. Римлянам 10, 17. Кто помнит от слышания? От слова Божьего. Бог хочет тебе дать сверхъестественную веру. Есть естественная вера. Человеческая вера – это естественная вера. Это когда я завишу от обстоятельств, ситуаций. Мой бизнес зависит от моих денег. Мой бизнес зависит от моих денег, от моих возможностей, от страны пребывания и от многих факторов естественных. Я не могу купить дом, потому что у меня нет возможностей. Я не могу купить квартиру, у меня нет денег. Это человеческая вера. Но Иисус говорит, имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Вера же есть осуществление ожидаемого. И Писание говорит евреям, 11 глава, 24 стих. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. В нашей жизни мы остаемся твердыми, когда мы взираем на начальника и совершителя веры. Начальник и совершитель веры. И когда я на него смотрю, в моей жизни все хорошо. В моей жизни все хорошо. Когда я смотрю на него и на его слово, во всех сферах моей жизни все хорошо. Взирая на него, начальника и совершителя веры. Я прочитал одну историю про одного музыканта, талантливого пианиста. Я опять забыл его фамилию. Я вообще очень плохо запоминаю какие-то фамилии, нерусские. Но я прочитал. Он из бедной семьи. И его семья, она не могла заплатить за обучение этого ребенка. Но он хотел играть на пианино. И тогда его старый отец пришел к одному старому профессору музыки. И он сказал, о, сэр, наша семья совершенно бедная. У нас нет денег, чтобы научить, но он имеет желание. И он имеет желание учиться. Не могли бы вы научить его бесплатно? Он говорит, нет, я сильно старый, я не хочу. Он говорит, выслушайте его. И когда этот молодой мальчик пришел к нему и рассказывал, как он хочет научиться играть. И тот сказал, ты будешь выполнять все мои условия. Он говорит, да, сэр, буду выполнять все ваши условия. Буду убирать, буду мыть у вас в квартире, буду готовить вам кушать. Потому что я хочу научиться играть. И он говорит, в нем это есть. Говорит, я беру его. И несколько лет этот старый профессор музыки тренировал своего ученика. И уже слухи ходили, что восстал великий музыкант, пианист. Малое дарование. Первый концерт. Первый концерт собрал огромное количество людей. И когда он играл, когда он закончил, то помимо цветов, там летели деньги, кошельки. Люди бросали. Они были потрясены от того, как он и насколько он играет. И они хотели взять интервью у него. А он шел и никому ничего не отвечал. Он подошел к балкону и говорит, учитель, тебе понравилась моя музыка. И тот просто молча кивал головой. Слезы катились по его щекам. Его не интересовал зал. Он хотел понравиться учителю. Там на балконе. Взирая на него. И когда вы молитесь за исцеление. Когда вы молитесь за освобождение. Когда вы молитесь и вы спрашиваете, учитель, тебе понравилось, что я выполняю твою волю. Воздайте славу Господу. Аллилуйя, Иисус. Мы хотим понравиться тебе. Мы хотим понравиться тебе. Мы будем делать все. Имейте веру Божью. Так чудесно. Давайте прочитаем. Одну историю. Это Матфея. 14 глава. 24 стих. А лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был встречный. В другой. У Марка написано. Противный. В четвертую же стражу ночи. Пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущим по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха начали кричать. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь. У Марка, не бойтесь, это я. И здесь ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ. Господи, если ты, повели мне идти тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался, начал тонуть, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простор руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Итак, что мы видим? Мы видим историю, которая важна в нашей жизни. Это важно для тебя. Заметь, в нашей жизни случаются какие-то тяжелые ситуации. Ветел был противный, лодка посреди моря, волны. Они погибали. Вы знаете, я в детстве смотрел такой художественный фильм «Корабль-призрак». Кто смотрел? И вот если моряки видели этот корабль-призрак, это означало, что они скоро пойдут ко дну. Галина, Бланка, Буль-Буль. И у моряков была примета, когда они видели призрак, это все, они скоро, их жизнь закончится. Есть много свидетельств, вы можете в интернете посмотреть, о том, что когда люди видели призрак, особенно моряки, у них поверье есть, это означает смерть. И здесь написано «Они испугались и закричали». Но он сказал им «Ободритесь, не бойтесь, это я». Петр говорит «Если это ты, повели мне идти к тебе по воде». «Я тоже хочу ходить». Он сказал «Иди». И Петр шел. Скажите своим соседям, он шел по воде. Он шел. На кого он смотрел в это время? На Иисуса. Он от начала смотрел на него. Если это ты, он смотрел, если бы ты увидел ночью призрак, ты бы тоже на него смотрел во все глаза. Женщины бы, может, закрыли глаза шарфами, платками. Женщина, когда видит аварию, говорят, она закрывает глаза. Видит опасность, она закрывает глаза, думая, что она ушла от проблем. Мне так всегда говорят «Закрыть глаза, ты не уходишь от проблем». И Писание говорит «Петр смотрел». И Петр пошел. Я хочу сказать, Петр пошел по воде, когда он смотрел на Иисуса. Но потом он начал, его начали интересовать обстоятельства того, что с ним происходит. И Писание говорит «Он увидел волны, он увидел ветер, он увидел море». Когда ты в своей жизни начинаешь убирать взгляд с Иисуса и смотреть. О, по радио объявили, что кризис бизнеса в Европе, у меня ничего не получится. Вот врачи сказали, что эта болезнь не исцелится. Вот опасность везде. И ты начинаешь, вот еще там какая-то бабка, ведьма, яга сказала. И ты начинаешь думать о том, что... И ты начинаешь, ты смотрел на Иисуса, ты шел, ты делал невозможное. Но вдруг ты начинаешь смотреть в свое сердце на сложности. Ты начинаешь слышать, вот бизнес не идет. Вот я тоже начинал этот бизнес. Вот я тоже искал работу, я тоже молился, я тоже. И когда ты начинаешь перечислять все обстоятельства и ситуации, заметь, и что делал Петр, он начал смотреть. Ты идешь по воде, смотри на Иисуса, зачем тебе смотреть на ветер, если ты уже идешь. Вы шли хорошо, апостол Павел говорит, кто остановил вас? Скажи, страх останавливает тебя. Страх останавливает веру. Страх! Страх! Я верю в божественное исцеление, но... Врач... Гробовой... Мне сказал, ты уже близко у гроба. Я начал верить. Я начал верить ему. У меня все пациенты. Они уже на кладбище. Все, кого я лечил. Я помню, как врач идет со своим пациентом, помощником. Говорит, этого я лечил. Ходит на кладбище, показывает, и этого я лечил. И этого я лечил. И этого. И тут дворник увидел его бежать. А этот, говорит, подлец, убежал. То есть, иногда в нашей жизни мы должны знать, что Бог, Он исцеляет больных. И заметьте, когда мы начинаем смотреть на обстоятельства, противные нам. Противные нам. Противные нам. Вот, я никогда не выйду замуж. Моя мать не вышла замуж. Моя бабушка не вышла замуж. Моя прабабушка не вышла замуж. Соседка моя не вышла замуж. Сосед мой не вышел замуж. что мы еще, то есть не женился. И мы тогда наполняемся неверием. Каждый день, каждый день мы смотрим на то, что противоречит вере. Скажи своему соседу, защищай свою веру. Не надо читать, не надо слушать людей, которые наполнены неверием. Начинай общаться с людьми, которые имеют веру. Не общайся с людьми, которые не имеют веры. Я читал одну из книг Орла Робертса. Это был один из самых мощных людей. Сейчас он на небесах с Господом. В вере. И Бог творил через его руки чудеса. И интересно он сказал, что мама ему сказала, сынок, никогда не общайся с людьми, которые не имеют веры. И он пишет, никакое гнилое слово да не исходит из ваших. И гнилые слова это не оскорбление, не матюки. Он пишет, гнилые слова это слова, разрушающие твою веру. Слова, которыми ты разрушаешь веру. Писание говорит, никакое гнилое слово да не исходит, а только доброе для наставления в вере. Мы должны с вами тренировать свою веру, дабы исцеляться, освобождаться, иметь сверхъестественные успехи. Вера Божья творит чудеса. Я должен ее иметь. Но от кого я ее получаю? От начальника и завершителя веры Иисуса. Я верю. Итак, Иисус говорит ему. Маловерный. Зачем ты усомнился? Он начал тонуть. Что делает маловерие в нашей жизни? Мы начинаем тонуть. К нам приходят проблемы, и мы начинаем тонуть. Маловерный. Это человек вообще не тот человек, у которого вообще нет веры. Это человек, у которого веры просто мало. Веры мало. Поэтому маловерный. Маловерный. Нам нужна вера, которая творит чудеса. Тебе надо чудеса в любой сфере жизни твоей. Итак, идем дальше. Читаем. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда. Дом милосердия переводится на русский. И мы можем читать у овечьих ворот купальня, бассейн, называемую по-еврейски Дом милосердия по-русски, при которых было пять крытых входов. В них лежало великое множество больных. Великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый восходил в нее, по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы не был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит уже достаточно долго. Говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он в тот час выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Итак, что мы видим? По сути дела, мы здесь видим неудачника. Кому из вас меньше 38 лет? Поднимите руки. Меньше. И вот человек, находящийся в болезни, 38 лет. Я не знаю, это ужасно тяжело, когда человек больной, находясь в болезни 38 лет, неудачник. Скажи, неудачник. Он лежит рядом с той водой, куда временами ангел Господень сходил, и первый, кто входил, исцелялся. И он 38 лет лежит там. И каждый раз, когда ангел Господень приходил, он делал попытку и опаздывал. Я не знаю, я бы, наверное, разочаровался, а ты? 38 лет. Практически вся моя жизнь. Он лежал там. Иисус узнал о том, что он лежит и не уходит. Знаете, почему он не уходил? У него была вера, что он исцелится. Иисус не зря к нему подошел. Он не уходил, потому что у него была вера. И он ожидает этого ангела, смотрит. Мне было сказано, во сколько времени ангел придет этот, возмущать воду. И днем, и ночью люди просыпались от всякого шума, больные, думая, если в воду кто-то зашел, у людей они думали, может, ангел Господень возмущает воду. И были там. Я знаю, что Бог сегодня нечто сделает с твоим сердцем, прямо с твоим сердцем. Скажи своему соседу, ожидая чудо от Бога, и ты будешь видеть его. Иисус подходит к нему. Он смотрит на воду. Он смотрит на воду. Иисус подходит к нему и говорит, хочешь ли быть здоров? 38 лет там лежит. Что за глупые вопросы? Но Иисус спрашивает, вера, она говорит, скажи своему соседу, вера, она заявляет. Вы знаете, мне понравилось, когда люди заявляют. Мы вчера смотрели программу, и один парень, он сказал, я буду миллионером. Он сказал это своей жене, она не поверила, она не пошла за ним. Но он сказал, я буду миллионером. И через 13 лет он стал миллионером. Вера заявляет, скажи своему соседу, вера, она всегда говорит. Вера, она говорит, она заявляет. Вера, она заявляет, она не боится. Поэтому Иисус спросил его, хочешь ли ты быть здоровым? Он хотел услышать, да, Господи, хочу. Но не имею человека, ты уже имеешь. Я знаю, Иисус приходит к неудачникам и к удачникам. И он спрашивает у них, он сегодня спрашивает у тебя. Если ты больной, хочешь ли быть здоровым? Тебе не надо смотреть на волнение воды. Тебе надо смотреть на начальника и совершителя веры. Хочешь ли, чтобы все твои проблемы, они разрешились? Говорит, встань, возьми постель твою. Господи, ну еще ангела нету, там в этом купеле. Тебе не нужен ангел, сегодня тебе нужен начальник и совершитель веры. И я знаю, что нечто Бог будет делать. Тебе не надо смотреть на меня, начинай смотреть на Господа. И тренируй свою веру. У Петра было мало веры. Заметь, Иисус всегда обвинял его. Почему ты маловерно испугался? Почему ты маловерный? Но был один день, когда Петр ходил, и его тень исцеляла больных. Если у тебя сегодня мало веры, это не значит, что ее не будет завтра. Начинай тренировать свою веру. Тень проходящего Петра, которому Иисус говорил всегда, маловерный. Почему ты испугался? Тренируй веру. Начинай исповедовать веру. Не слушай негативные вещи, которые тебе говорит дьявол, другие люди, которые в церковь ходят. Вот я ходил в церковь 13 лет и остался больной, да хоть 14. Я верю, Искупитель мой жив, и Он исцелит меня. И я стою на вере, я знаю, что даже, может, 38 лет, но я буду здоров. Кто-нибудь скажет аминь громко? Аллилуйя, скажи, я имею веру. Бог каждому ее уделил. И я буду ее взращивать. Вера это плод. Для того, чтобы плод рос, что надо делать? Ухаживать за ним, поливать, удобрять. Накрывать от солнышка, может быть. Укрывать от снега, от морозов, утеплять. И вера твоя растет. Я верю, что Бог каждому хочет дать веру. И Он хочет, чтобы вы были сверхъестественные люди. Далее идем. Мы будем назидаться. Вера от Слова Божьего. Поэтому приходи на служение, где проповедуется о вере. Говори, я принимаю веру. Я отрекаюсь от сомнений. Я наполняюсь Божьей верой. И когда ты так поступаешь, твоя вера растет. Хватит уже хромать на оба колена. Хватит бояться. Почему страх не дает нам исповедовать. Я здоров. Ага, вдруг ты не исцелишься. Пошел вон сатана. Итак, идем дальше. Матфея 17 глава. Когда они пришли к народу, то подошел к Иисусу один человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в новолунии беснуется. И тяжко страдает. И часто бросается в огонь. И часто в воду. Я привел его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус. И бес вышел из него. И отрок исцелился в тот час, когда ученики, приступив к Иисусу, наедине спросили, почему мы не могли изгнать бесов? Иисус говорит им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете, горе сей, пойди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Этот же рот изгоняется только молитвой и постом. Я вижу, что неверие не дает чудес в нашей жизни. Иисус говорит, по неверию вашему. Ученики рядом с Иисусом. И постоянно были наполнены неверием. Они хотели выступить, как Иисус, хотели показать, что они тоже такие, как Иисус, но не смогли. Я хочу, чтобы ты возненавидел неверие, возненавидел страх. Я хочу, чтобы ты полюбил веру. Чтобы ты полюбил веру. Чтобы ты полюбил веру. Писание говорит, нет ничего невозможного для верующего. Ну, для верующего. Чтобы ты сегодня сказал, я буду тренировать свою веру. Когда-то мама подошла к роду Парслию. Ой, не к роду Парслию, а к Орлу Робертсу. Когда он умирал от туберкулеза. И туберкулез тогда не был излечим. И она подошла. Говорит, сынок, ты веришь, что Иисус Христос исцелил тебя? И он, будучи больным, сказал, да, мама, я верю. Она, ты веришь, что через раны Иисуса ты исцелен? Он сказал, да, мама, я в это тоже верю. Говорит, продолжай верить, и здоров будешь. Говорит, когда я продолжал верить и благодарить Господа за исцеление от туберкулеза, сила Божья пришла на меня, исцелила. И потом, когда я молился, пришла мама моя, и говорит, ты сильно страдал от болезни. И говорит, я сказал, да. Ты боялся умереть? И говорит, я сказал, да. Ты страдал? Да. Тебе было больно? Да. Тебя Иисус исцелил? Да. Ты не чувствуешь боли? Нет. Ты не чувствуешь страха? Нет. Начинай служить тем людям, которые сегодня боятся, которые сегодня страдают, которые сегодня и никогда не потеряешь исцеление. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы молились за больных. Мы так легко говорим, что вот Бог, Он допускает болезни, чтобы люди страдали, все. Бог желает, чтобы мы болели. Значит, Бог желает, чтобы мы грешили. Кто верит, что Бог желает, чтобы ты грешил с утра до ночи. Почему вы в этом уверены? Потому что вы прочитали это в слове. Но точно так же, как Иисус взял грехи на себя, Он взял болезни на себя, потому что Он не желает, чтобы ты болел. Проклятие взял на себя, Он не желает, чтобы ты был проклятый. И как ты получаешь все, что от Бога? По вере. Ты приходишь и веру берешь. Ты можешь верой взять все, что тебе надо. Писание говорит, во Христе мы благословлены всяким благословением. Ты благословен. Ты благословен благословением исцеления. Тебе надо вера. Ее может дать начальник и совершитель веры. Ты должен поверить в то, что Бог дал тебе веру. Писание говорит, чтобы ты обновлял разум свой. Почему в разуме у нас всегда, когда нам кто-то что-то начинает говорить хорошее, мы сомневаемся. Мы привыкли не верить. Кто-нибудь скажет аминь? Мы привыкли не верить. И Бог говорит, а мы не верим. Бог говорит, а мы не верим. У нас есть многие книги, у нас есть гороскопы, гадания, у нас все, мы верим в разную чепуху, но только не Слову Божьему. И Писание говорит, не давай тебе место дьяволу, не давай его в своем разуме. Дьявол всегда придет и скажет, ты неудачный, сегодня не время, чем бы ты ни занимался. Больному он скажет, что ты не можешь исцелиться. Одинокой девушке скажет, что она не выйдет замуж, она страшная, как карга. Мужчине он скажет, ты уже никому не нужен. И когда дьявол начинает говорить, говорить и говорить, не пытайтесь общаться с дьяволом, проиграйте, скажи своему соседу, ты проиграешь. Никто еще не... Писание говорит, мы должны изгонять бесов. Когда приходят мысли, ой, я несчастный, я все... Убирайся вон, дьявол, я счастливый. Убирайся вон, у меня есть вера, ой, у тебя нет веры. Дьявол, он хочет поразить твой разум. Это он поразит твой разум. И ты начнешь верить в негативное. Негативное будет происходить с тобой. Начинай верить, что Бог хочет поднять тебя. Начинай верить, что Бог хочет видеть тебя здоровым. Начинай верить, что Бог хочет видеть тебя успешным. И говори об этом. И сегодня мы будем говорить об этом. Мы будем заявлять. Никакое гнилое слово, которое разрушает веру, пусть не исходит. И наши уши не должны слышать слова. которые разрушают нашу веру. От кого бы они ни исходили, от дьявола, от людей, я верю. Аминь. Итак, отойди от меня, сатана, Иисус сказал. Отойди. Иисус не захотел общаться. Убирайся вон, написано. Господу Богу одному поклоняйся. Я верю, что пришло время, чтобы на смену неверию пришла вера. Встаньте на ноги. Писание говорит, хочу, я молюсь за то, чтобы ты преуспевал во всем, чтобы ты здравствовал. Что такое здравствовал? Был здоров. Скажи, мы будем молиться сейчас, чтобы ты был здоров. Поверни соседям, скажи. И Писание говорит, чтобы ты преуспевал во всем. Я знаю, что все сферы нашей жизни, они важны. Кто-то говорит, для нас нужен только Бог. Нет, не только Бог для нас нужен. Бог это во-первых нужен. Нам нужны ближние. Скажи своим соседям, вы мне нужны. Скажи, Иисус, я буду всегда смотреть на тебя. И буду тверд. Ибо слово твое так говорит. Я буду высирать на тебя, начальника и совершителя веры. Ты Бог чудес. И с тобою я буду иметь много чудес в своей жизни. Сверхъестественных. Иисус. Я верю, что у меня есть вера. Она из слова Божьего. Заметьте, Господь хочет благословить тебя во всех сферах. Бог хочет благословить тебя в семье твоей. Чтобы ты преуспевал в семье твоей. Если рядом с тобой семья твоя, твои дети, обними их, подойди. Скажи, я знаю, что мы будем преуспевать. Подойдите к родителям. Скажите, в нашей семье будет все хорошо. Так чудесно. Блэйна глори ба сэм ба да Джизис. Мы будем преуспевать. Дьявол говорит, нет, у вас будут ссоры, скандалы в семьях. Моя вера победит это. Скажи аминь. Мы любим друг друга. И мы победим. Пусть процветает. Вы знаете, что такое процветает? Кто знает, что такое процветает? Это когда больше, чем достаточно. И Писание говорит, что во всякой нужде твоя душа должна процветать. В финансах. Бог хочет дать тебе финансы. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Бог хочет, чтобы ты был благословением не только для своей семьи, но и для других людей. Но ты должен поверить в это. Что Бог хочет благословить, это важно. Чтобы ты мог благословением. Писание говорит, ты будешь отдавать в долг. Кто-то нуждается, и ты можешь помочь кому-то. Ты будешь кормить бедных. И сегодня естественная вера говорит тебе, ты не можешь найти такую работу. Ты не можешь сам себе сделать такой прорыв. Ты не можешь, потому что сотни людей, таких как ты, они не имеют этого. Тебе надо отказаться от того, что дьявол говорит. И сказать, я верю в живого, чудесного, великого Бога, который, поверь, даст мне торжествовать победу над бедностью и нищетой. Он благословит меня. Он благословит мой труд. Я буду иметь успех. Каждый день говори это. Не давая места дьяволу сказать, вот, посмотри, как много верующих бедные. Верующие люди, они не бедные. Но маловерующие они могут быть бедные. У нас может быть маловерой, но это не хронический показатель. Кто-нибудь скажет аминь. Это временное. Это временное. До тех пор, пока ты не наполнишься верой. Это временно. Начинай читать Слово Божье, изучать. И Бог тебе даст успех, чтобы имя Божье нарицалось на тебе. Чтобы люди говорили, смотрите, этот человек верующий. Бог его благословляет. Бог рядом с ним. Блэйна глори ба сэм ба да Джизис. Неверие оскорбляет Господа. Начинай дружить с людьми, которые имеют веру. Которые не имеют сомнений. Начинай дружить с теми людьми, которые любят ближних и прощают их. Начинай иметь дружбу с людьми, которые сильны в духе. И вы будете дополнять и наполняться. Не общайся с людьми, которые разрушают твою веру. Блэйна глори ба сэм ба да Джизис. И ребрэстэйм ба лэйна глори. Иисус пришел дать свободу. И ребрэстэйм блэйна глори. Блэйна глори ба сэм ба да Джизис. И ребрэстэй. Господь любит тебя Мой брат и моя сестра Господь любит тебя Господь любит тебя Как отец Он любит тебя Вы хотите, чтобы ваши дети имели успех В жизни Кто хочет, скажи аминь громко Аминь Еще раз Аминь Как вы думаете? Бог Любит своих детей Бог любит тебя Любовь не желает своим детям зла Бог любит тебя Мне так приятно было Когда ученики Сказали Иисус Научи нас молиться И Он сказал молитесь так Отец наш Кто-то называет Его Богом Судьей Но Он Отец Он любит тебя И Он хочет благословить тебя Он не любит неверие Он не любит страх Но Он любит тебя И желает самой лучшей Судьбы для тебя Но Он говорит Это все ты получишь через веру Поэтому Иисус говорит ученикам Имейте веру Божью Сверхъестественную Тогда Бог Вознесет тебя Он вознесет тебя Как ветер Как ветер возносит орла На небывалые высоты Отдайтесь ветру Начинайте верить И говорит Господь Если ты со мной Не убоюсь зла Если ты со мной Не убоюсь тени смертных Если ты со мной Я буду видеть чудеса И болезни уйдут И проклятия уйдут Я хочу чтобы ты сейчас В своем духе Увидел Иисуса Тебе нужен Он Начальник и совершитель веры И ты бы мог сказать Начальник и совершитель веры Иисус Умножь во мне веру Хочу жить верой Божьей Хочу употреблять веру Божью В моей жизни В трудных ситуациях И там где дьявол тебе говорит Ты не будешь иметь успех Скажи убирайся вон Вонючий дух дьявола С Иисусом я буду преуспевать во всем В церкви В семье В бизнесе В здоровье Я буду преуспевать Он будет наполнять тебя верой То что ты сегодня имеешь Может быть мало веры Это неплохо Потому что ты уже имеешь И ты пойдешь к большой вере Она нам нужна Кто считает Что ему надо Возрастать в вере И верит Что Иисус ее дает Я прошу вас Выйди наперед И мы будем молиться Чтобы начальник и совершитель веры Умножил веру вашу Если 11 глава Книги Евреям говорит нам О вере О вере Что верою пали стены Ерихона Верою побеждались царства Воскрешали мертвые Исцелялись больные То 12 глава Говорит нам О том Кто дает эту веру Его имя Иисус Христос Скажи начальник и совершитель веры Дорогой Иисус Умножь во мне веру Я прошу тебя Умножь веру В моем сердце Не желаю Жить человеческой верой Я желаю жить Той верой Которая исходит Из сердца моего Бога Я желаю видеть Как больные исцеляются Одержимые освобождаются Как проклятие рушится над людьми Как чудеса происходят в моей жизни Умножь веру И я верю Что за временем Я стану сильный в вере Буду изгонять бесов Я люблю Иисуса Скажи я благодарю Я благодарю Тебя Иисус Что в моем сердце Есть вера Божья вера И ты дал мне власть Иисус Иисус говорит Тем которые приняли Иисуса Верующим Он дал власть Наступать на всю силу вражью Дьявол желает Чтоб ты жил во тьме В нищете В депрессии В унынии Скажи Иисус Я принимаю Радость от тебя Силу от тебя Мужество от тебя Смелость от тебя Веру в успех Я побеждаю мир Побеждаю нищету Побеждаю депрессию Побеждаю болезнь Верой В тебя Иисус Взираю на тебя Начальника И совершителя веры В нем есть только да Библия говорит Он хочет благословить тебя Он хочет тебе сказать Не бойся Ибо я с тобою Я поведу тебя дорогой Которой ты не знаешь Я приведу тебя к успеху Только люби меня Только не оставляй меня Говорит Иисус Прилепляйся ко мне Сердцем своим Ищи меня И я наполню тебя Блэн и Глори Ба Сэмбэда Джизис Мне понравилось Как Бог сказал Одному человеку Хочешь, чтобы я исцелил тебя Он говорит Господь, я пришел на служение Исцелений Потому что я хочу И он сказал Помолись За больного Который рядом с тобой Попроси исцеления И когда говорит Я начал молиться За больных людей Во время молитвы Бог исцелил меня Я не знаю Какие у вас могут быть Проблемы Семейные Душевные Но я знаю Бог хочет тебя Наполнить верой Все, что ты будешь иметь Ты будешь иметь По вере Не бойся Не бойся Бог хочет Благословить тебя Не бойся Закрой глаза Ты знаешь Ты знаешь Нужду каждого человека Прежде его прошения И сегодня я прошу Во имя Иисуса Я повелеваю Именем Иисуса Всем проблемам Всем болезням Всякой депрессии Всякому унынию Убирайся вон Во имя Иисуса Я возлагаю руки Веры на ближних моих Для исцеления их И утверждения В вере Я имею веру Дьявол Ты больше не победишь меня Я имею веру В Господа Иисуса Я имею власть Против дьявола Во имя Иисуса И я убеждаюсь Что твоя сила Побеждает мир И эта сила Есть вера Я верю Что Господь Дал мне силы Быть успешным Во всем Аминь Обнимите Ваших ближних Мы утверждаемся В вере Неправильно ли? Ой, у тебя Ничего не получится Господь говорит Все получится Поэтому не пропускайте Наши служения Веры Где мы говорим Все будет хорошо Я расскажу тебе историю одну Из много Новогодних историй Рождественских Я не знаю Где вымысел Где не вымысел Но я верю Что Бог Творит чудеса И Такая притча Потому что я Не уверен Была она Не была Но я все равно знаю Что это поучительное Один Бомж Он Побирался Возле храма Наверное Как и Тот больной человек Который сидел Возле храма Когда Петр и Иоанн Шли в храм И он говорит Господь Так холодно Они укрываются Разными Мусорными Там Пакетами От телевизоров Все И он сидел Ему пожертвовали Пять фунтов Магазины были Все уже закрыты Где он мог бы Потратить эти деньги А в ресторан В кафе Его не пустят И вот он сидел У него было Пять Всего пять Фунтов Стерлингов Это были огромные Деньги для него И он сидел там И начал молиться Господь Я так хочу Это Рождество Провести Провести В семье Я так Соскучился Видя Как все люди Идут Свои семьи С подарками Он сидел Там С пятью Фунтами Стерлингов И вдруг Увидел Человека В пальто Который шел И Кровь Кекла По его лицу Все И тогда Этот нищий человек Подошел И помог ему Выти раны Все И они сели Вместе И И тот Говорит Ты что делаешь Здесь В такой холод Говорит А я здесь Всегда Побираюсь Говорит И сегодня Хотел с кем-то Поговорить Наверное Господь Мне вас Послал Говорит Потому что Я хотел с кем-то С семьей Провести Рождество И он Говорит Меня Грабили Здесь Недалеко В Рождество Не только Хорошие вещи Свершаются Но и плохие И он Говорит Собрали Все мои Деньги Все Говорит Дай мне Твои пять Фунтов Стерлингов Этот бедный Человек Который Только их Заработал Думаю Сейчас Отдай И все И тот Взял И ушел С этими Пятью Фунтами И тот Даже Боялся Что-то Сказать И все равно Он сказал Господь Может ему Надо Потом Он увидел Машину Подъехало Такси Этот человек Посадил Его Привез Дом Свой Оказался Очень богатый И состоятельный Человек В этой Местности И мало Того Что этот Человек Получил В это Рождество Семью С которой Он праздновал Он получил Работу Устроился Садовником И В этом доме И всегда Имел Лучую одежду Лучую пищу Был свой домик Там где он Жил И Господь Не только дал ему Один день Я думаю Сейчас Господь Говорит Ты сидишь Я хочу Благословения Счастья От тебя Он Говорит Отдай мне Твое сердце И ты будешь Счастлив Давайте Встанем На ноги Наши И не только Рождество Он Навсегда Пригласил Тебя В свой Дом Не в качестве Дворника Или Садовника А в качестве Сына В качестве Дочери Поблагодарите Господа Скажи Господь Я так Благодарен Тебе Что ты Принял Меня Не в качестве Садовника Или Дворника А в качестве Родного Ребенка Ты Любишь Меня И я Отдаю И я Отдаю Тебе Своё Сердце Я Отождествляюсь С тобой Я Наполняюсь С тобой Я Прощаю Всех Врагов Моих Я Благословляю Всех Гонителей Моих Я Благословляю Всех Ближних Моих Братьев И Сестер Потому Что Я Люблю Тебя Я Наполняюсь Верой Я Буду Искать Людей Верующих Чтобы Дружить С ними Общаться Аминь Благословляю 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 Благословляю